При обсуждении вопросов здоровья и повышенного уровня сахара в крови, большинство людей в первую очередь обращают внимание на диабет, потенциально опасное для жизни состояние. Однако еще задолго до постановки официального диагноза организм проявляет признаки повышенного уровня сахара в крови. В связи с тем, что в рационе многих людей преобладают искусственные и обработанные пищевые продукты, число людей, страдающих от повышенного уровня сахара в крови, значительно увеличивается. Для решения этой проблемы очень важно знать, какие признаки проявляются в нашем организме, что позволит нам поддерживать оптимальное состояние здоровья. В настоящее время важно ознакомиться с основными признаками повышенного уровня сахара в крови и симптомами, которые требуют внимания при подозрении на наличие диабета. Всем привет, дорогие зрители канала! Сегодня мы с вами обсудим очень важную тему, которая касается большинства людей в мире – сахарный диабет. Рассмотрим с вами первые признаки, по которым можно предположить о развивающейся патологии. Я вам расскажу, что делать, если вы обнаружили нарушения в состоянии здоровья, свидетельствующие о повышенном уровне сахара в крови. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем! Но перед началом видео я хотел бы попросить вас подписаться на канал и поставить лайк авансом за мои старания. Первый признак. Ночная полиурия. Учащенное мочеиспускание в ночное время. Если перед сном вы употребляете значительное количество воды, то просыпаться ночью для мочеиспускания – нормальное явление. Однако повышенный уровень сахара в крови может способствовать развитию инфекций мочевыводящих путей, что приводит к обильному мочеиспусканию. Второй признак. Трудности с концентрацией внимания. При недостатке инсулина в организме затрудняется транспортировка глюкозы из кровотока в клетки, что мешает нормальному функционированию организма. Как следствие, возникает усталость и трудности с концентрацией внимания. При повышенном уровне сахара в крови может наступить обезвоживание, так как организм пытается вывести избыток глюкозы с мочой. Третий признак. Нечеткость зрения. Временная нечеткость зрения часто является признаком повышенного уровня сахара в крови, вызывающего отек хрусталика глаза. Четвертый признак. Сухость во рту. Повышение уровня глюкозы в слюне, возникающее при высоком уровне сахара в крови, может привести к ощущению сухости во рту. Пятый признак. Эректильная дисфункция. Это заболевание, характерное исключительно для мужчин, возникает в результате длительного плохого контроля уровня сахара в крови. Высокий уровень сахара в крови постепенно повреждает нервные структуры и стенки кровеносных сосудов, способствуя возникновению этой проблемы. Шестой признак. Рецидивирующие инфекции. Рецидивирующие инфекции требуют тщательного лечения, а также поддержания здоровья поджелудочной железы и контроля повышенного уровня глюкозы в крови. Седьмой признак. Задержка заживления ран. Если вы заметили, что мелкие порезы и синяки заживают медленнее, чем обычно, это может быть связано с высоким уровнем сахара в крови. Такой уровень может влиять на нервы и препятствовать нормальному кровообращению, что затрудняет приток крови к поврежденному участку и способствует восстановлению кожи. Восьмой признак. Проблемы с желудочно-кишечным трактом. Повышенный уровень сахара в крови может вызывать задержку опорожнения желудка, что приводит к таким симптомам, как вздутие живота, изжога, боль в желудке, тошнота или рвота. Девятый признак. Избыток жира на животе. Избыток жира на животе – частый признак повышенного уровня сахара в крови. В этом случае потребляемая пища не обеспечивает энергию для питания клеток, что приводит к постоянному чувству голода. Десятый признак. Осложнение со стороны нервной системы. Высокий уровень сахара в крови может повреждать кровеносные сосуды, отвечающие за снабжение нервных клеток кислородом и питательными веществами, что приводит к неврологическим проблемам. Одиннадцатый признак. Сухость и зуд кожи. Недостаточная циркуляция крови во всем организме может вызывать кожный зуд, особенно в нижних конечностях. Двенадцатый признак. Постоянный голод. Если для некоторых людей здоровый аппетит является нормой, то у тех, кто обычно не испытывает сильного чувства голода, это может быть связано с дефицитом гормона инкретина. Инкретин регулирует выделение сахара из печени после приема пищи. Дефицит этого гормона может приводить к быстрому появлению чувства голода после еды, вызывая повышение уровня сахара в крови. Тринадцатый признак. Постоянная слабость или сильная усталость. Если у вас снижена функция щитовидной железы, вы можете часто испытывать чувство усталости, сонливости или депрессии. Борьба с инфекциями требует энергии, и постоянная усталость может привести к повышению уровня сахара в крови. Четырнадцатый признак. Чрезмерная жажда. Повышенный уровень сахара в крови заставляет почки работать сверх нормы, чтобы отфильтровать и усвоить избыток сахара. Повышенная нагрузка требует повышенного потребления жидкости для выведения сахара из организма. Пятнадцатый признак. Изменение кожи. Наличие обесцвеченных участков или новообразований на коже может свидетельствовать о высоком уровне сахара в крови. Кроме того, на задней поверхности шеи и рук могут появиться темные и плотные участки кожи. Шестнадцатый признак. Покалывание и онемение. Покалывание и онемение часто сопровождают повреждение нервов. Состояние, известное как нейропатия. Если вы испытываете такие ощущения в определенных участках тела, это может быть признаком повышенного уровня сахара в крови. По статистике, многие люди во всем мире остаются недиагностированными, несмотря на то, что страдают диабетом. Поэтому очень важно своевременно выявить ранние симптомы диабета. Сложность заключается в том, что первые симптомы диабета могут быть слабо выражены, и люди часто не обращают на них внимания, пока не становится слишком поздно принимать меры. При активном подходе и раннем выявлении патологическое прогрессирование диабета можно эффективно остановить, что приведет к улучшению общего состояния здоровья. Что можно сделать сейчас? Чтобы получить полное представление о состоянии своего здоровья, выполните следующие действия. Сдайте анализ крови на сахар. Этот анализ позволяет измерить гликированный индекс, уровень глюкозы в крови и следы глюкозы за последний месяц. Дополнительно может быть проведен тест на толерантность к глюкозе. Проверить состояние поджелудочной и щитовидной желез. Пройдите ультразвуковое исследование этих органов и сдайте анализ крови для оценки уровня гормонов. Измерить окружность талии для выявления абдомиального ожирения. Сдать анализ крови для определения уровня холестерина в крови и атерогенного индекса. Этот анализ, известный как липидограмма, позволяет выявить наличие метаболического синдрома. После получения результатов всех анализов проконсультируйтесь с медицинским работником. Он проанализирует полученные результаты и сообщит вам о ранних скрытых лабораторных признаках развития толерантности к глюкозе. При выявлении рисков следует рассмотреть возможность внесения следующих изменений в образ жизни. Отказаться от вредных привычек. Ограничить потребление сахара и мучных изделий. При избыточном весе работать над снижением массы тела. При повышенном уровне холестерина придерживаться низкокалорийной диеты и обсудить с врачом возможность применения статинов. Ежедневно занимайтесь физическими упражнениями, так как сердечно-сосудистые нагрузки могут способствовать снижению уровня сахара в крови. Не забывайте обращаться к специалисту для разработки индивидуального плана, основанного на результатах анализов и индивидуальных особенностях. Спасибо за просмотр данного очень полезного видео. Я надеюсь, все, что я сказал в данном ролике, не будет пропущено мимо ваших ушей и вы будете оставаться здоровыми. Подпишитесь на канал и поставьте лайк, ведь я очень старался доступным языком объяснить вам о данной патологии как диабет. До новых встреч и самое главное, берегите себя и будьте здоровы!